Теоремы синусов Итак, стороны любого треугольника пропорциональны синусам противолежащих углов То есть, если углы А, В и С противолежат сторонам А, В и С мало и соответственно равны альфа, бета и гамма Тогда верны следующие равенства А делить на синус альфа равно более на синус бета равно С делить на синус гамма А также каждая дробь равна 2Р, где Р является радиусом, описанным около треугольника окружности Решим задачу Для треугольника А, В, С необходимо найти сторону А, В, либо С малая Данная сторона лежит против угла С Нам известны углы А и В, равные 75 градусам и 45 градусам соответственно А также сторона А, С, либо В малая, так как данная сторона лежит против угла В и она равна 6 единицам Также необходимо найти Р, то есть радиус, описанный около треугольника А, В, С окружности Конечно же, мы воспользуемся теоремой синусов Напомню, что если для любого треугольника известны два угла и одна из сторон То мы всегда можем найти оставшиеся стороны Запишем теорему синусов А делить на синус альфа равно В делить на синус бета равно С делить на синус гамма Равно 2Р Найдем угол С Мы знаем, что сумма углов любого треугольника равна 180 градусам Запишем Угол А плюс угол В плюс угол С равно 180 Либо 75 градусов плюс 45 градусов плюс угол С равно 180 градусов Откуда мы найдем угол С? 75 плюс 45 получаем 120 Угол С равен 180 градусов минус 120 градусов Либо 60 градусов Нашли угол С Далее запишем угол В как бета Бета равно 45 градусам И угол С как гамма 60 градусов И подставим в нашу теорему синусов То есть вместо В подставляем 6 Синус бета у нас синус 45 градусов Получаем 6 делить на синус 45 градусов Равно С делить на синус гамма Либо С делить на синус 60 градусов И из равенства двух данных тропей найдем значение С То есть С у нас будет равен 6 умножить на синус 60 градусов делить на синус 45 градусов. Синус 60 градусов равен корню из 3 делить на 2, а синус 45 градусов корень из 2 делить на 2. Найдем С, получаем 6 делить на корень из 2 делить на 2 умножить на корень из 3 делить на 2. Упростив, получаем 6 корня из 3 делить на корень квадратный из 2. Избавимся, знаменательный дроби, от иррациональности. То есть в нашем случае перемножим и знаменательный числитель нашей дроби на корень из 2. Получаем 6 корня из 6 делить на 2, а 6 делить на 2 получаем 3. 3 корня из 6. Это у нас С, либо сторона АВ, нашего треугольника АВС. Далее. Остается найти R, то есть радиус, описанный около треугольника АВС окружности. Из данного равенства 6 делить на корень из 2 делить на 2 равно 2R, мы найдем R. То есть R у нас будет равен 6 делить на корень из 2 делить на 2 делить на 2. Получаем следующее. 2 и 2 сократим, получим 6 делить на корень квадратный из 2. И, как вы, наверное, уже поняли, избавимся от иррациональности в знаменателе дроби. То есть перемножим и знаменатель, и числитель на корень из 2. Получаем 6 корня из 2 делить на 2, а 6 разделить на 2 получаем 3. 3 корня из 2, это есть радиус, описанный около треугольника АВС окружности. Что и требовалось найти. Угол А равен 30 градусам. Противодействующая ему сторона равна 7. Вторая сторона треугольника равна 7 корней из 3. Найдите остальные углы и сторону треугольника. Итак, рассмотрим треугольник АВС. С известным углом А равным 30 градусам. И стороной, противодержащей данному углу, стороной ВС, либо А малая, равно 7. А также известна еще одна сторона нашего треугольника. Возьмем сторону АС. Обозначим как В малая, так как данная сторона лежит против угла В. В равно 7 корней из 3. Известно нам из условий задачи. Нужно найти сторону АВ, либо С малая, так как данная сторона лежит против угла С. А также углы В и С. Или В это и гамма соответственно. Ребята, мы воспользуемся теоремой синуса в случае, когда нам известны два угла и одна сторона. Либо наоборот, две стороны и один угол, как в нашем случае. Запишем. А делить на синус альфа равно В делить на синус бета равно С делить на синус гамма равно 2r. Далее. Подставим вместо А 7. Вместо В 7 корней из 3. Вместо альфа 30 градусов. Получаем следующее равенство. 7 делить на синус 30 градусов равно 7 корней из 3 делить на синус бета. Угол бета нам неизвестный, поэтому вычислим из данной пропорции бета. Сократим обе стороны нашего равенства на 7. Получим 1 делить на синус 30 градусов равно корень из 3 делить на синус бета. Откуда синус бета у нас будет равно корень из 3 умножить на синус 30 градусов. А синус 30 градусов 1,2, получаем синус β равно корню из 3 делить на 2. И вопрос, синус какого угла равен корню из 3 делить на 2? Мы знаем из табличных значений триометрических функций, что данный угол равен 60 градусам, то есть β 60 градусов. Угол А у нас 30 градусов, мы нашли угол В, он равен 60 градусам. Если мы знаем, что сумма внутренних углов любого треугольника равна 180 градусам, мы можем найти угол С. 30 градусов плюс 60 градусов плюс γ равно 180 градусам, откуда угол С либо γ 90 градусов, то есть прямой угол. А значит наш треугольник А, В, С является прямоугольным с прямым углом С. Ну тогда для любого прямоугольного треугольника мы можем применить теорему Пифагора. Если угол γ не был прямым, мы бы могли найти С с помощью теоремы Кочнусов. Запишем С в квадрате равно А в квадрате плюс Б в квадрате, напомню, потеряем Пифагора, то есть квадрат гипотенузы любого треугольника равен сумме квадратов катетов. Далее А и Б известны, подставляем 7 в квадрате плюс 7 корней из 3 в квадрате, получаем 49 плюс 147, либо 196. Это С в квадрате, а 196 это и есть квадрат 14, а значит С равно 14. Нашли сторону С треугольника А, В, С. Следующая задача. В треугольнике А, В, С углы А и С равны 45 градусам и 30 градусам. Из данного условия мы сразу же понимаем, что наш треугольник является тупоугольным. Так как сумма внутренних углов любого треугольника равна 180 градусам, 45 плюс 30, 75, значит третий угол нашего треугольника 180 минус 75, либо 105 градусов. 105 является больше 90 градусов, поэтому наш треугольник тупоугольный. Далее, высота А, В равна 4, найдите третий угол и стороны нашего треугольника. Третий угол мы уже нашли. Покажем высоту из вершины А к стороне В, С, точнее на продолжение данной стороны, так как наш треугольник тупоугольный. А, В у нас 4. Далее мы видим прямоугольный треугольник А, Д, С с прямым углом Д, для которого нам известны следующие данные. Угол С, либо угол гамма 30 градусов, А, Д, катет А, Д для треугольника А, Д, С равен 4. Тогда мы можем ввести синус угла гамма по данному треугольнику А, Д, С. Это есть отношение подтверждающего катета к углу гамма, то есть в нашем случае А, Д, к гипотенузе треугольника К, С. А, Д равен 4, синус гамма это и синус 30, равен 1, 2. Второй находим А, С. А, С у нас 4 делить на 1, 2, либо 8. Нашли сторону А, С, нашего треугольника А, В, С. Далее. Теперь найдем угол бета. Мы с вами уже вычислили устно значение данного угла. Угол бета равен 105 градусам. И с помощью теоремы синусов вычислим стороны В, С и А, В. Так как нам уже известны три угла и одна сторона нашего треугольника А, В, С. Подставим имеющееся значение в нашу формулу. Либо перепишем формулу следующим образом. В, С, или на синус 45 градусов, равно 8, или на синус 105 градусов, равно А, В, или на синус 30 градусов. Далее используем первые равенства первых двух дробей. Для того, чтобы найти В, С. А потом используем уже равенство последних двух дробей, чтобы найти значение А, В. Но обратите внимание, из табличных значений теореметрической функции вы не найдете синус 105 градусов. Мы можем найти значение синуса 105 градусов с помощью таблицы прадисов. Либо воспользуемся следующей формулой. Запишем синус 105 градусов как сумму синус 45 градусов плюс 60 градусов через известные нам значения. Далее с помощью формулы распишем следующим образом. Подставим имеющее значение и получаем следующее выражение. Правильно применив все арифметические действия, мы получаем значение синуса 105 градусов. Корень из 2 плюс корень из 6 делить на 4. Нашли синус 105 градусов. А теперь возвращаемся к нашей теореме синусов. Подставляем вместо синуса 105 градусов найденное значение и находим значение В, С и А, В соответственно. Итак, для левой части В, С равен 8 делить на значение синуса 105 градусов умножить на корень из 2 делить на 2. Упростим. Получаем следующее. Корень из 2 и корень из 2 сократятся. 4 и 2 также сократим. 2х8 из 16 делить на 1 плюс корень квадратный из 3. Для того, чтобы избавиться знаменатели данной дроби от иррациональности, перемножим и знаменатели числитель данной дроби на корень из 3 минус 1. Получаем 16 умножить на корень из 3 минус 1 делить на 2. А 16 делить на 2 равно 8. Получаем 8 умножить на корень из 3 минус 1. То есть, сторона В, С, нашего треугольника А, В, С. И точно таким же путем мы найдем сторону А, В. Из равенства двух последних дробей А, В равно 8 умножить на синус 30 градусов делить на синус 105 градусов. Либо А, В равно 8 делить на значение синуса 105 градусов умножить на синус 30 градусов, либо 1 вторую. Упростим. Получаем 8 умножить на 4 делить на корень из 2 плюс корень из 6 умножить на 1 вторую. 4 и 2 сократим. Получим числитель в 2 умножить на 8. Получаем 16 делить на корень из 2 плюс корень из 6. И, конечно же, для того, чтобы избавиться от иррациональности в знаменателе данной дроби, перемножим и знаменатель-числитель на сопряженную пару. То есть, корень из 6 минус корень из 2. По формуле разности квадратов получаем А плюс В умножить на А минус В. А в квадрате минус В в квадрате. Либо корень из 6 в квадрате минус корень из 2 в квадрате в знаменателе. То есть, 6 минус 2 – 4. 16 и 4 сократим. Получаем 4 в числителе за скобками умножить на корень из 6 минус корень из 2. Вот мы и нашли сторону АВ нашего треугольника АВС. Ребята, на этом наш урок завершен. Вы научились применять теорему синусов при решении задач. Я желаю вам всем полезных знаний. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok